Содержание, вопросы, поповедник виноват. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Коринфина, 4 глава, 17 стиха. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Толкование. Потому говорит, что я пекусь о вас, как о детях. Послал к вам Тимофея. Я сам хотел прийти и восстановить мир между вами, но поскольку не могу исполнить этого, то послал его, моего возлюбленного сына. Сказал это для того, чтобы показать, как любит их, когда решился для них разлучиться с Тимофеем. А вместе и для того, чтобы внушить им уважение к Тимофею. Верному в Господе. То есть, так он характеризовал Тимофея, сейчас вот толкуется. То есть, не в житейских делах, но в делах веры Христовой. Посему и в том, что касается вас, оно будет служить верно. Не сказал, научит, чтобы не оскорбить, ибо Тимофей был юн, но напомнит. То, что вы уже прежде знали, возобновит в вашей памяти. Путями называет соединенные с проповедью распоряжения правила, обычаи, законы божественные. Он говорит, напомнит вам о путях моих во Христе, Тимофею. Вот пути, что это? Пути распоряжения, правила, обычаи, законы божественные. Вспомянет то, как я веду себя именно. Не надмиваюсь, как вы. Не ввожу распри и разделений. И дальше он говорит о путях моих во Христе. Что значит во Христе? Во Христе, то есть в этих путях нет ничего человеческого, но все во Христе. Или совершается при помощи Христа. Тимофей скажет вам и то, как я учу во всякой церкви. Ибо я вам не сказал ничего нового. Напротив. Всем преподаю то же самое. Устыдитесь же, что вы одни из всех церквей уклонились от путей моих. То есть как-то Павел узнал, что вот эта коринфянская церковь уклонилась от путей моих. Тут же путей моих называет, а перед этим говорит, что это не мои пути, это все во Христе. И сегодня в церкви считалось, что не человеческое это учение. Учение Христа. Вот мысли у кого возникли по этому стиху. Все понятно. Посылает им Тимофей, а сам не могу прийти. И пишет им, что Тимофей напомнит вам о путях моих, которые он уже когда-то им преподавал учения. Вот так как я не могу, а вот Тимофей придет и напомнит. Не сказал научит, но напомнит. То есть они уже знали учения, знали, но уклонились. Что уж они там сделали, сейчас мы дойдем до этого. Итак, ни у кого пока ничто не возникло. Никаких мыслей, ничего. Ну тогда продолжим. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились. Толкованием. Сказав, я послал к вам Тимофея, для предупреждения того, чтобы они не сделались от всего беспечнее, присовокупляет. Хотя сам я не иду теперь, и мое отсутствие подало некоторым повод гордиться, но по этой именно причине приду впоследствии. Показывает детскость их мыслей. Ибо только детям свойственно вести себя бесчинно, когда нет с ними учителя. Кто же эти возгордившиеся? Вопрос. Ответ. Сообщники прелюбодея, который и мудр был, и богат, и просто все, которые превозносились мудростью и богатством. Они-то и гордились, как будто не было Павла для их обличения. Как говорится, расслабились. Когда Игнатия Тихоновича нет с нами, расслабляемся, когда он с потеряевки уезжает. Дети прям вот сидят и в ладоши хлопают, играют, начальник уезжает. Также и такая же подобная ситуация здесь. Пока Павел был с ними, все. Павла нету, все. Возгордились, начали прелюбодея слушать. Все, всякие мудрствования, вот, богатым прилепились. Все, и вот он им пишет. Я вот пришлю к вам Тимофея, он напомнит, разве я вас так учил. Вот, а потом говорит, я и сам приду. Потом ниже еще и знаю, да и еще, может, с палкой к вам придти, выбирайте вы уж там. Вот. Или с духом кротости. Сейчас до этого дойдем. Вопросы, мысли пока нет ничего, да? Может быть, пока себе дайте задание, чтобы не монолог было все-таки, занятие общее. Участвуйте. Я побуждаю вас к тому, то сейчас вопросы начну задавать выборочно. Девятнадцатый стих. «Но скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу». Толкование. «Этими словами низлагает гордых и возбуждает их к трезвению, и хорошо присовокупил, если угодно будет Господу, ибо все происходит по его мановению». Когда я читал эти строки, я думал, ну как же так? Будешь спать, задискай. А, вот дальше, следующий стих. «Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Я думаю, ну как? Слово же Божие самое предбудет. «А в силе». Вот толкование. Что это за сила? Коринфяне, надеясь на красноречие, презирали Павла как человека неученого. Посему он говорит, «Буду смотреть не на красноречие ваше, ибо оно не нужно, но на силу, обнаруживающейся в знамениях». Вот какое толкование. «Ибо Царство Божие проповедано и утверждено не пышностью слова, но знамениями, совершаемыми силой Святого Духа». Давайте вспомним, какие же это знамения, которые сопровождали, которые были дарованы апостолом. Может кто-нибудь назвать? Никто не знает, не помнит, вы не стесняетесь. Одно дело говорить, как краснобайствовать, ну и кто тебе поверит-то? Ну, кто? Володя, помнишь? Ты Писание хорошо знаешь. Какие знамения сопровождали апостолов? Давай участвуй, брат. Вот здесь вот еще раз напоминаю, сказано, «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Оказывается, сила еще какая-то должна быть. Но сила в чем заключается? В том, что человек может говорить слова божественные, а силу именно на влияние человеческой души она не может влиять. Человек прослушал и ушел с этим. А бывает, человек проповедует, и, как говорится, целое собрание других людей обращается. Там неверующих, или, например, наоборот, один проповедует, там, кого-то примеряя, например, друг с другом. У него не получается, а кто-то там скажет слово, и это повлияет слово на человека, и он примерит между собой. Все сказал? Все. Вот сразу у вас. Лесрук. Сейчас, сестры, я дам вам слово. То есть, резюме подведу. То есть, Володя считает, что сила, это именно, если уверовали, значит, сила есть. А если не уверовали, так я тебя понял? Нет. Ты говоришь, обратились. Ну, уверовали, значит, обратились. Или как? Ну, может, я не так понял. Давай. На он, не милости понял. Не, ну, как, подожди, я пока, пока я тут... Я имею в виду одному дано Богом эту силу испытать, в слове именно, силу в слове, а кому-то не дано. Это, опять же, дается по молитве. Ну, вот смотри. Потому что один ходит, проповедует, а с детьми... Понятно. Ну, давай, по слову Божию, и по толкованию, у нас же занятие по толкованию святых отцов. Святые отцы толкуют о силе. Как? Где будут? Что такое сила? Прочитай еще раз. Еще раз прочитаю для уснувших. Буду смотреть не на красноречия ваши. За красноречивыми тоже очень толпы идут. За сектантами очень они говорят. И еще, изберут себе учителей, которые льстили бы слуху. Согласно похотям своим. И дальше она говорит, ибо оно, ибо не оно нужно, не красноречие это, но на силу, обнаруживающие знамения. То есть, вот, речь о знамениях. Какие знамения? Я у тебя спросил, ты начал говорить, ну, вот, силу, значит, они пошли за ним, значит, у него дана эта сила. А если не пошли, значит, нет у него этой силы. Пожалуйста. Ну, когда возвратились ученики, когда у них отправил на то, чтобы они благовествовали о Царстве Небесном, что оно приблизилось. И когда возвратились, и такие радостные, и такие восторженные, они говорили, Господи, и бесы нам повинуются, и мы выгоняем, и мы вылечиваем людей, и бесы нам покоряются. А Господь что ответил им? Он ответил, что не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Я видел дьявола, спадшего с небес, и, в общем, здесь речь идет о том, что радовались они тому, что бесы повинуются ему, им, потому что они именем Иисуса Христа изгоняли бесов, и они повиновались ему. Вот это знамение, я считаю, что когда были посланы, они на проповедь, на благовестие о Царстве Небесном. А вот именно о знамениях говорится. А Гомщий говорит. Симон Бог пришел и увидел эти знамения от апостолов. И как он, дайте мне, а как купить, дайте мне Духа Святого, и я буду так же все делать. Вот. это знамение, что силой Духа Святого они могли что сделать, какие чудеса проявить. Какие? Давайте вспомним, я пытаюсь разбудить у вас. Какие? Что они делали? Изгоняли бесов. Да, да, изгоняли бесов. Исселяли больных. Как Петр говорит, прошел Петр, прикоснулись хотеть не прикоснуться к его. Сейчас мы перечислим, а потом разберем, для чего даны были эти знамения. Воскрешен мертвых воскрешали. Да, Лазаря. Дальше, даже если кто смертоносное выпьет, не погибнет. Змея укусила, отряхнул, думает, ну все, сейчас живой. И люди думают, вот это да. Вот о силе, то есть сила это во знамениях. Но опять же есть место писания, Игнать Тихонич любит, кто любит знамения и чудеса? Елен. Елен. Все, ну-ка покажи нам знамения. Он говорит, а не дастся вам. Кроме знамения Ионы. То есть все-таки одно знамение Он им оставил. Уж если знамение Ионы Пророка, что это за знамение? Кто может рассказать? Да, ну давай, скажите, участвуйте. В чреве кита Иона находился сколько дней? Три дня. Три дня, потом кит его выбросил. Выбросил. А за что ему такое было? Потому что ослушался. А слушался. И как это знамение, вот Христос о нем упоминает, Он говорит, вам дастся это знамение. И какое им знамение далось? Опять кит приплыл? Нет, а какое? Христос воскресил. Христос. А какая связь между китом и воскресением Христа? В третий день Иисус воскрес. В третий день воскрес. Как? Иона был в среве кита, так Христос три дня был в огробе. Но его в пятницу распяли, а воскресенье воскрес. Значит, сколько? Пятница, суббота, воскресенье? Три дня, да? Или там было еще я читал толкование, что солнце померкло и это еще за один день. Нет? Три дня дальше. Пятница, суббота и воскресенье. В воскресенье жара на утром он воскрес, получается, два дня. Третий день третий день воскрес. Так и было написано. Вот. Апостол что состоит? А знамение. Что за знамение? Вопрос. Вот апостол Павел пишет письмо Коринфянам и он говорит, ибо царствие Божие не в слове, а в силе. И толкователь я спрашиваю, что это за сила? Обычно мы все говорим, слово Божие, слово Божие. Про силу как-то ну. И вот решили разобраться, что это за сила и в чем она выражается. Ну, нарисуем рисунок. Мужчина поднял опор, вот так поднимает, говорит, сила есть, а воли нет. Раньше говорила сила воли. Вот а сила и побеждение греха это главное. А то у меня силы нет, я не могу, вот я запился и как увижу руки трясутся, надо выпить, надо в магазин скорее отнести свои деньги кровные. Силы нету. Так вот, ну а он прекрасный говорит про опыть, скажет пьянство, он клеймит пьянство, а в этот же день уже кверх ногами лежит. Силы-то нету. И слова ему никакой роли уже не играют, ему никто не поверит. Вот по этому слову нету. Как он показывает граф Монте-Кристо, он уже готов ей назначить свидание как католический. Сидит он за решеткой, там у них специальная комнатка такая, она исповедуется с этой стороны. Она исповедуется о грехах, он говорит, народ у тебя какой вожделенный. Он ей изъясняется в любви, она соскочила добежать. Силы нету. А говорили тут о знамениях, что-то, знамения такие, вот Татьяна. Сколько Татьян сегодня, ты думаешь? Счету нет. Сколько Татьяны, половина пьяная. Так вот, первая Татьяна, от которой имена пошли, ее привели в капище. Ну, против кого идешь? посмотри, какие здания. Она говорит, здания, она там дунула, все рухнуло, пыль только пошла и задавила, это Татьяна такая. Вот это было знамение. Она сейчас еще дунет, у нее со стола крошки не слетят даже, тараканом останется. Что именно за знамение-то? Это надо тоже разобрать сегодня. Главное, сила проявляется сегодня победе над грехом. Победе. А сегодня человек такой немощный, где-то что-то случилось, он уже застонал, и никуда не пойду, боясь. Сила побеждать вот эти предстоящие нам испытания, опасности. заранее настроиться, никакие это не опасности. Я легко пройду, легко. И все на этом. Надо настроиться на победу. Нам нужна победа. Вот и все. Двигайся вперед. 21 стих. Апостол Павел задает вопрос. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Толкование. Жезлом называют наказание. И так говорит. От вас зависит с тем или другим прийти мне к вам. Если останетесь беспечными, то я приду и накажу вас как Елиму. Деяние 13 с 8 по 11 стих. Найдите, пожалуйста, что это я не читаю. Если же отрезвитесь, то поступлю с вами по духу кротости. Что значит отрезвитесь? Еще они пьяные лежали? Деяние какое? Деяние 13 глава с 8 по 11 стих. Поясни слово отрезвитесь. духовно пьяные были сонные уснули. Опьяненные вожделением грехом. Я сам не помню. Вино и женщины. Все, поплыл и забыл, что начальник, забыл, что семья есть. Все, опьяненный. Опьяненный грехом. Ему предложили где-то что-то и он уже трясется и говорит, ну вот это надо сделать. а он трясется прям. Еще кидаем деньги. Давай, тогда сделаем. Он опьянен от этой жажды, а в конце концов голова полетит. Есть в нем и дух строгости и наказания, но он именует его с лучшей стороны, подобно тому, как и Бога наказывает, называет щедрым и милостивым, а не карающим. Хотя он на самом деле и таков. Нашли все струдияния? 13.8 о том, как Елиму наказывали. Деяние 13.8.11 А Елима волк. 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 Так переводится имя его. Противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но сам, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? до 11 стиха. То есть не только апостолы и строгости наказание, вот привели пример, а то у нас все бы только заглаживали. У нас этого нет, мы не можем ни наказать, ни остановить, ничего нет. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, 5 глава так начинается, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, толкование. Зачем Соразов вынес-то? Ну да. Зачем? Молчал бы, да и все бы было. И это тысячи лет, сотни тысяч церквей, и везде одно и то же говорят, и знают, какие они есть. Ну, можно было пропустить, вызвать, отдельно, потихоньку поговорить, прошептать, даже ударить, или что сделаем, разуми. На весь мир. Бедная церковь. А так, говорят, согрешающие, прочих, обличают перед всеми, чтобы прочие имели страх. В Китае казнят человек, приговоренный к казнью, наркомна поймали, выводят там народу, на стадионе их выводят, и у мусульман точно так же, и он подходит и стреляет в затылок, там человек падает. Эту пробивает камнями, каждый берет, как в Израиле было. А другие ставят, там какие попались, террористы или кто-то их. Ну и стоят сейчас, дают сигнал, все. Последнее слово, последнее слово еще сказать. Он сказал что-то там, тут расстреляли, застрочили, все. А здесь взяли, не знаю, живое, неживое, выпустят его, где он есть. И во Франции гильотина, нож, женщина делает аборт, ее там как хавут сверху заложили, она вот так вот сидит. Дальше нож катится, нож вот так вот острый. Все, голова покатилась в корзину, по желобку, все, отходит. А народ стоит, кричит, видит, все, на глазах-то, и другого уже не будет. За один аборт сразу голову на плаху. А сегодня хоть тысячи делаем. Почему? Это государственные преступления. Это душу отняли у государства. А здесь за перестройку 120 миллионов абортов было, и нужды нет никакой. Это какая гора мяса, биоматериал. Выбрасывает, собаки растаскивают, все, биоматериал. Да зачем она, эта страна нужна, которая сама себя уничтожает, сгрызает. Ее никто не уничтожает, как сами себе. Какое тут знамение? Вот он и знамение самоистребления. Знамение так, ты начал говорить, а человек опомнился, втыкнулся, и начал жить по-другому, как Юрий Богачев, как Бойко. А тут показать-то некого. Если обратиться, теперь только по мощам, там свои уже мощи носят, но ходят. Хаж совершать надо, крестные ходы. Нету жизни-то никакой. Даже человек перестал пить, а его сразу запрягают. Вот здесь приезжала Светлана Копылова. Мне уже месяца, полтора назад звонили, она будет, мы вам билет возьмем. Самый дешевый билет 600 рублей был. По 1400. Вот была она здесь, в Барнауле. Ну, совсем неделю, полторы назад. Ну, я говорю, ладно, билет купили. Я вышел из дома. Да мы вас повезем туда на машине. Скажите, зачем? Ее песни, я их в интернете все слушаю, я их знаю. Они совершенно другие, чем они были вначале. Ее попы, называется, обратали, это обрудь называется, не уздежка, просто так, в рот не закладывается. И они ее тащат. Она уже духовника нашла, дохуйник там Артемьев, там кандидатские степени, тот ни шагу нигде в сторону не сделает от курса, который патриархия ему указывает. И она искала такого, видимо, знаменитого, что где бы она его нашла-то? Он там преподает, у него там книга и прочее. Ну, разве он ее обличит? Она стоит-то без платка, эту ленточку на голову натянет и прочее. Она артистка, заканчивала, в фильмах снималась, заканчивала училище музыкальное, биографию-то, я в интернете и все выставил. Но я бы пришел и смотрел, что, а вот у нее взять, как у нее, скажи, ты ищут какой-то ответ. Да она ничего не знает, совершенно. По ее выступлениям, по песнопениям, какие она пишет, она совершенно, Христос за нее, он как будто бы его никогда и не было. Что-то, непонятно, что ли? Ну, любое песнопение откроет сборник духовных песен баптистов-то. И сравнись с ее песнопениями-то. Она старается путем притчи коснуться сердца, ну, разжаловать, показать, что ты не такой. Ну, не такой, дальше что? Наконец я понял, у, как много людей, которые щерсты, которые на кнопку не хотят нажать, чтобы больного вызвать. Ну, двое больные-то. Ну, и дальше-то что? И он будет теперь тут кнопку нажимать, сидеть, а я не в больнице, у меня кнопки нет никакой. Она не ведет ко Христу совершенно. Ну, а папам, это достаточно, что у нее духовник, она причащается, она говорит, они там с ума сходят, фильм был «Остров». Сколько они гремели? Вся епархия там откупает кинотеатр, идут, это пригород православия. Сейчас, говорю, пойдут по паломническим группам, там такое блудодеяние, как у язычников нету будет. Так все и пошло. Идут искать невесту, и выступают. Вот у меня не было, а я нашел, он кандидат наук, я с ним познакомилась, теперь у тебя живу. Допустим, пишут все правильно. Даш, ты не бейте. Наконец ее нашли кто? Да уже два года, как развилась, ребенком сидит одна. Даш, вы не продолжайте, не говорите. Ну, маленько-то подумайте. «Встань, грешник, взглянь, взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок». Вот оно, что написано. Песнопение. «Зайдем на глагол, мой брат, посмотрим, как наши греховности яд в жестоких страданиях Христа истомил, как дорого нам он спасение купил». Пойдем перед ним. Это половина нашей ритургии заложена здесь. Это писал-то человек движимый духом святым. Как так говорить, это сектанты. Вот это и удивительно, что Дух Божий там трудится, а нас покинул. Вот и все. Если мы так же здесь, почему такие песнопения нету? Где они? Ну, назовите, покажите, где. Даже на русском языке, когда поют эти барды, которые говорят, хорошая стихи-то, там ничего этого нету. Нету. «На голбову, на распятие Иисус идет, струи крови по дороге израны льет, и поет, и еще только нету». Да, нам новое имя назовут христиане. Это же не православное. А мы так уж привыкли, будто бы наше это все. Вот что нужно говорить. Это знамения. У них на каждом человеке знамения. Я был наркоман, я не знал ничего, и Господь меня коснулся проповедью, я обратился, я другой, теперь у меня семья, я живу по-другому. Вот они, знамения на каждом шагу. У нас-то этого нету. Вот икона замертащила. Это вне тебя. Ты покажи, где в тебе это знамение. Этого нету. Иконы, иконы, иконы. С ума сошлись от икон. Да еще поцелуй и долбом ударит ее. Как только звон медного котла не раздастся. Пустоголовая. И стоят главные священники, тоже икону поцелуют, долбом поднет ее еще стоит. А зачем голову освещать? А зачем тебе нужна голова-то безголовая? Без царя в голове, без царя в уме. Ну, нормально-то, посмотрите. И будешь говорить, посмотри, как соблюдает субботу адвентисты седьмого дня. Какие они ревностные. Как они любят Елену Уайт. Наконец, от нее труды, какие получили-то. Великая борьба там и прочее. Это же не Блаватская. Я... Для меня она не святая. Я просто говорю, ну, доброе-то где-то надо брать, смотреть, сами не знаем, от православных. В тюрьме сколько сидит? 3700 человек. Сколько православных? 3600. Да-ка в тюрьмах-то сколько? 2,5 миллиона. Это все чьи? Все православные? И батюшка ходил, я прищастил вчера, там 450 человек. Прищастил. Кого ж ты прищащал-то? А я в женском лагере был. Ну, а были они прищастили? Да, 5 женщин на работе были. Женский лагерь намного страшнее мужского. Это змей, ехидный в одной банке. И он пришел в один день всех. И они как курили, пили, блудоденщили, там с каблами с этими жили. Так все и осталось. Дискредитирована вера православная. Для людей, говорят, нужна какая-то тайна. Моя жизнь тайна. Понимая все, как вы в православии находитесь, зачем вы там находитесь? Вы же видите, это мертвая религия, религия тлена и костей. Они злобные, друг на друга только нападают, и в интернете грызутся одно слово, один палец не так. Тайна. Эту тайну они привозили из Прибалтики, чтобы приехать сюда и показать меня им. Есть православный, который евангельский православный, который все понимает. А почему православный не знает? Ну, пойди, мы его убедим все-таки, чтобы он вышел из этого болота. Ну, приехали втроем, а обратно поехали вдвоем. Один остался. Дошел, говорит, и не возвращается, как при Юре было. Надо работать, выпрашивать у Бога. Сейчас тут зашел только вопрос одна. День рождения у друга, я иду, какой подарок сделать, что сказать вначале, что в середине, что в конце, чтобы я и план составил. Это я составил. Дни рождения не справляют христиане. Все. Все вопросы решились. А хочешь помочь, иди в канон ангелу хранит, его просчитай, причастись. А еще что, сходи, больных посети, найди. А вот что сказать, что дать, ой, отец Игнатий, как мне охота это узнать. Сказал, благодарит. Сейчас прихожу епископ, фотографии епископа, соет мне материалы свои, чтобы я просмотрел, подает ее. Но я ответил, у меня нет возможности, и мой возраст не тот, чтобы сидеть. Он поблагодарил, я гляжу ваши ролики, все согласны с вами. Ну, мои материалы, проверьте, с чем не согласны, не обижусь, только скажите. Он епископ, фотографии отличные, Олег Ведменко. Украина. Вот это знамение. Знамение то, что, говорит, не ты будешь к ним обращать, а не к тебе. И бой тебе, говорит, головою. Писание говорит это. Надо это все смотреть. Давай, читай буквы. Толкование. На стих 1-й, 5-й главы. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Толкование. Обвиняет всех вообще, чтобы не предались беспечности. Считает себя чуждым всего греха, но напротив... А, простите, обвиняет всех вообще, чтобы не предались беспечности, считая себя чуждым сего греха, но напротив, старались исправить его как бесчестие общее. То есть он ко всем обращается. И не сказал, бесстыдно совершается, но есть верный слух. Но если же запрещено даже допускать до слуха такое преступление, не гораздо ли более бесстыдно совершать оное? Тем более у вас, которые вы достойны духовных тайн. И далее усиливая обвинение, говорит, какого не слышно даже у язычников. Не сказал, бывает, но не слышно, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Не сказал мачеху, но жену отца своего, чтобы напоминанием об отце сделать удар сильнейшим. Далее, стыдясь произнести имя предлюбодея, употребляет более благопристойное иметь. Иметь жену отца своего. Второй стих. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Толкование. Гордитесь учением того блудника, ибо он был мудр. Заметь, мудр апостола. Он нигде не обращает своего слова к блуднику, как к человеку бесчестному, недостойному, того, чтобы выводить его на среду, но говорит с другими, как об общем преступлении. Следовало бы, говорит, плакать, потому что на всю церковь распространилось поношение. Следовало бы слезно молиться, как о болезни и заразе, дабы изъят был из среды вас. То есть, да отсечется от вас, как зло общественное. Опять и здесь не упомянул о имени блудника, но сказал, сделавший такое дело. Третий стих. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас, духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело. Толкование. Заметь негодование. Не позволяет дожидаться своего прибытия и при том уже связать блудника, но спешит остановить зло сразу, прежде, нежели оно распространится на все тело церкви. Далее говорит. Присутствуя у вас, духом, сказал для того, чтобы понудить их произнесению приговора и вместе устрашить тем, что он знает, как они будут судить там, и что дух, то есть дар прозрения, откроет ему все, что они сделают. Словами, уже решил, как бы находясь у вас, не позволяет им предпринимать что-либо другое. Ибо я, говорит, произнес приговор, и иначе быть не должно. Продолжаем. Четвертый стих. В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, еще толкование, чтобы не показаться гордым, и их принимает сообщники. Ибо, говорит, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, то есть так, чтобы собрание было составлено не по обычаю человеческому, но по Богу, чтобы сам Христос собрал вас, во имя Которого и собираетесь вы. Между тем апостол поставил над ними и дух свой, чтобы они не удостоили блудника прощения, но судили справедливо, как в присутствии апостола. И заключение. Пятый стих. Придать сатане во измождение плоти, то есть приговор блуднику, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот интересно. Вот такое толкование слушаем. Смысл двоякий. Или такой. Христос может дать вам такую благодать, что вы будете в состоянии предать блудника сатане. Или такой. И сам Христос вместе с вами произнесет осуждение на блудника. И не сказал, отдал, но предать, прикровенно отверзая для него двери покаяния. И здесь опять не упомянул имени. То есть предать для того, чтобы сатана изнурил его болезнью. Ибо поскольку похоть рождается от присущения тела, то апостол хочет наказать это тело, чтобы дух, то есть душа была спасена. Не так, впрочем, это должно понимать, будто бы спаслась одна только душа. Но должно признавать, что при всем спасении души спасется и тело. А некоторые под духом разумеют дар духовный и объясняют так, чтобы дар духа сохранился у него целым и не отступил от него, как нечестивца. Такой приговор выражает более попечение, нежели наказание. Весьма, кстати, напомнил одни суда, чтобы коринфяне, убоявшись, предложили врачевание. А блудник с таким же расположением принял оно. Полагает предел действия дьявола, потому что, как было с Иовом, то есть, подобно тому, как было с Иовом. Предел действия дьявола. То есть, позволяет ему касаться только тела, а не души. Порассуждаем, или дальше пойдем. Что еще нужно? Порассуждаем, или дальше пойдем. Порассуждаем, рассуждаем. Рассуждаем. Ну, а что тут рассуждать? Люди обычно священника призывают, чтобы помолиться и исцелиться. Но это таинство, это чудо Божье. А то, что здоровый и вдруг заболел беспричинный, это разве не чудо? Я помолился и предал его сатане, и на него навалилась немощь, и все, его скосоротило, скособочило, его даже не узнает, он сам себя не узнает. Перевернуло, ходит кое-как. А почему? Молитва. Я предал его сатане, и сатана пришел, связал, голбанул его по позвоночнику, головой шваркнул по забору, все, направилось. Хирургия, лечи теперь его. А ты будешь 6 лет учить, лечить его, у тебя не будет еще получается. Почему? А там Павел тоже подлечил его. Павел ему уже ребра пересчитал. Сегодня, как самые несчастные люди у нас, я гляжу, это учителя и врачи. Эти готовят безбожников, милиция их ловит, бьет их, а врачи лечат. И вот они, поруха у них круговая, по треугольнику гоняют, пока совсем уже он не зниет. Как по договору. Все, скорая, скорая надо выйти. Ну, скорая, даже мгновенно она пришла. Как ты будешь лечить, когда причина болезни и грех, а грех в нем и остался? Ну, ну, как ты будешь лечить? Ну, это все равно, что-то заноза воткнулась, и там она зазубрена, как удочка, засыпилась, а я сверху буду гладить или отрезать, даже она внутри, она вся остается. Какие грозные у него слова. Не любят про это говорить. Я вот у сектантов сколько раз был, о страшном суде, вот как, подробно, как и Фрем Сирин говорит, никогда не говорят. А мы спасены, царствие божие наше, дальше прыгают, пляшут, хлопают в ладоши. Да ладно, еще не валяются, а то и валяются, и творят еще не надо. Осознание истинного положения, дает Бог, страх Божий. Даже человек засмеялся, рот разлинул, а златоуст говорит, не боишься, что демон вскочит в тебя? Вскочит вовнутрь, как будто это кузнищик какой-то. Сейчас все рекламы с этим, с раскрытыми такими ртами, никогда раньше не было, правда ведь? Сейчас посмотрите, это ужасно. Сегодня Надя Соклакова, Ольге Соклакова нет, почему? Осознание, если узнаете, чтобы я потащил, я узнал. Я так уж догадываюсь, но надо уточнить. Позвонишь? Обязательно. И теперь Надежа Фанасьевна, еще она прикрылась бабушками своими. Ее уже нет месяц, больше нету. Я приехал, кажется, не видал ее даже. Дело в том, что я не знаю, когда приходят у ней вот эти сиделки, она там просит, то студентку просит, там еще кого нанимает. А утром, видимо, она с ними. Она бывает, что она на раннюю, на пол седьмого ходит, Дмитрия Ростовского, она ходит в храм. Татьяна Федозовна была, ходит туда, Фомина тоже, я где-то буду рядом ходить. Но сказать-то можно, мы о тебе заботимся, молимся, ждем, ищем где-то, а даже никакой нет. Это какое состояние-то? Встал, ушел из дома, как бомж какой. Десять лет обиходили, кормили, поили, вместе ели за одним столом, а вдруг, хотя бы, обругал там, или еще что-то, ну я ухожу, ни слова не говоря. Ну как это? Значит, надо узнать, узнать. Она говорит, она приходит, она ко мне приходит. Зачем сиделки? У нас договор такой. Людям разрешено, когда батюшки нет, в середине недели, в середине недели тут у нас никого нет. Там может в любой храм пойти. Батюшка есть или нет, в субботу, воскресенье мы приходим все сюда. То есть общинной жизни ему не нужно. Он ничего не знает, что делается. Мы никого не тянем, не вербуем. Предупреди и скажи. Ты, значит, туда или сюда. Определись, это нехорошо. Потому что у нас есть членство в церкви. И это не надо, не подходит. Ну свободно, в любой храм ходи. Мы сюда уже, зачем тебе идти? Потому что пока она счастлива, мы отвечаем за нее. И нас не имеют права, заткнуть. Мне вот один звонит. У вас такой-то есть? Ну есть, но не член церкви. Как? Он такие деньги занял, мы ему счетчик поставим на счетчик. И то другое. Малютил Саша. Он любил играть-то. А там-то они взяли, на этот дурдом, что ли, его сдали? Во Франции. Да. Мне уже сказали так. Вот такая, брат, штука. Никого ты не обманешь, что сеешь, что и пожнешь. А сеять надо доброе семья всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. Стали говорить, и теперь я член Карельской общины. Ты должен еще сказать, это какое послание? Первое, пятая глава. То это послание не первое, а второе. А второе, это третье. Павел в этом говорит, второе послание, пишу вам, он говорит, второе, в самом послании. А первое, вообще мы его не знаем, поэтому второе назвали первым. А там, может быть, пятнадцать их было. Ну, больше не было, не осталось. Ну, в одном экземпляре пришло, отобрали, гнали, потеряли. Ну, нам этого хватает. И он берет, ты сидишь за столом, ешь едла жертвенно, а не расположить меня мощного брата. Он тоже посмотрит, и тоже будет сидеть за столом лопать. Он такие вещи-то говорит, прям мелкие. Но в этом все заключалось. Его вера, стойкость, признание идолов. Да ты же сам сказал, что идол есть ничто. Я и утверждаю, что идол есть ничто. Но зачем ты на соблазны ешь за того, за кого Христос умер? Ну дальше-то, продолжай маленько рассуждать. У нас, ну, на каждом шагу требуется чем-то пожертвовать, чтобы сказать, тебя будут бить. Вот сейчас, ночью сегодня мне один задал вопрос. Вот я такой-то, там, на работе, работаю. Ну вот я вижу, как они сзади там смеются, то другое там, над ним насмехаются. Я так переживаю. Вот. Что мне делать? Я ничего не могу с собой сделать. Ну это действительно так, когда на тобой смеются. Ну приятно, что ли, это. И рецепта одного нету. отвергнись в себя, как вот этот, выполнишь, тебе разницы нету, топчется на тебе, приют на тебя, мне разницы никакой нет. Я знаю, мой Бог, наблюдающий, проверяет меня, как будет у меня на душе, благодарю я Бога или нет. Надо научиться благодарить, поэтому за все. Да. Шестой стих. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Полкование намекает, что они сами не допускали блудника до раскаяния, ибо похвалялись им. А он был из числа их мудрецов. И о вас говорит. А не о нем только забочусь я, ибо зло, если оставить оное без внимания, может заразить и остальные члены церкви. Закваска сама в себе малая, заквашивает все тесто и предлагает полное в саму себя. Так и грех всего человека увлечет за собой многих других. То есть он их обвиняет. Вы сами ничего не предпринимали, а наоборот, может быть, его покрывали. Не допускали блудника до раскаяния, ибо похвалялись им. А он у нас какой мудрый. А то, что он блудит, глаза на это, наверное, закрывали. И вот у Павла Заболица, что этот грех мог на всех распространить. Вот мы на компьютер видео насчитали Матфея и Откровения Анна Богослова. Почти сто файлов. Материал большой. Большой. Молодцы. Это вот скоро будут 20-х и до полутора. Седьмой стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша, Христос, заклан за нас. Толкование. То есть, изгоните сего блудника, или лучше прогоните и всех других нечистивцев. Ибо старая закваска называют всякое зло. В греческом тексте сказано не просто очистите, но вычистите. то есть, совершенно очистите, добудете тестом новым, не имеющим примеси зла. Так как вы бесквасны, говорится, вместо, как и должно быть вам бесквасными, то есть, чуждыми старого зла, которое при раскаянии оказывается и кислым, и горьким. упомянув о бесквасных хлебах, о пресноках, которые употребляемы были в пищу на Пасху, и объяснив аллегорически, что означают бесквасные хлебы, именно жизнь, непричастную зла, теперь аллегорически объясняет саму Пасху и говорит, что наша Пасха есть Христос, закладный за нас. Итак, мы должны заботиться о бесквасных хлебах, то есть, о жизни чистой от всякого зла. Ну и как? Ну, про Пасху расскажите, у нас, у кого правильно Пасха по Писанию все рассуждать, аллегорически бесквасная должна или на дрожжах? толкователи давай еще все спрашивают и все, замерли. Спрашиваем. Спрашивает и все. опресноки что такое? может сказать? У нас с Володей опресноки. Бесквасный должен быть. По идее бесквасный. Не прятали же все классное. Вспомните. фильм какой Еремея был, да? Фильм какой Еремея, где прятали на Пасху иудеи искупление. 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 Чтобы в Пасху Пасха была бесквасная. А почему тогда стало квасным? Почему стало квасным? Сестра вопрос задает. Почему стали квасным? когда тут ясно говорится, что Христос заклонный за нас, жизнь должна быть бесквасной, новая. А закваска это старая закваска, заквашивает все тесто. Итак, вычистите все, все закваску выбросите. Но почему стал раньше же бесквасным? А сейчас кто может ответить? Пожалуйста. Я не буду отвечать, почему сейчас классное, а вот почему было бесквасное, это потому что когда выходили из Египта, им Бог сказал, что делайте это быстро, собирайте квасное, сделать это надо время, когда было кисло тесто, когда это все. А он им сказал, быстро заводите вода и мука, больше ничего, это бесквасное тесто, и пойдете тогда. и оттуда вот исход, вот эта Пасха они праздновали, оно оттуда было началом так. Поэтому оно так и продолжало быть бесквасным. А вот почему сейчас перешли, я не знаю. Можно? Можно. Пасха сейчас, то, что называется Пасха, это делается из творога формированный такой, как сказать, я не знаю, как это сказать, формочка такая, формированный такой кирпич, так скажем, из творога, чисто из творога. А то, что мы называем Пасхой, это кулич, это совсем другое. Поэтому Пасха, она как была бесквасная, так она и осталась. бесквасная. Просто он не называется, не имен. Я подумаю, что я договорила, это Пасха, Пасха это сам исход. Если тогда был исход детей Божьих из Египта, исход был из Египта, то теперь исход это Иисуса Христа, его распятие было, исход его души из этой и выход, ну как, и он опустился в преисподние, а потом воскрес, вознесся во славе, он вознесся, вот это исход воскресенье его, а мы уже как ознаменование этого идет через вот это не Пасха, что мы говорим, вот что Пасха наше Христос, да, Куличе это почему так стало? А это уже изобретение людей, это изобретение, то есть исход это было освобождение от рабства, да, у нас Пасха, от чего нас Христос освобождает в первую очередь? От греха, от греха, да, и примиряет, он не просто нас освободил, а примирил еще у нас с небесным, вознесся он во славе и нас примиряет, потому что в будущем и мы, наше воскресение, а это то есть здесь квасное аллегорически ассоциируется со злом, то есть блудник появился в церкви, он говорит, малая закваска заквашивает все тесто, то есть закваска маленькая, то есть он может вычистите все, очистите, уберите его, все грехи из себя выгребите, покайтесь, покайтесь, очищение от греха, и вот грех, закваска, почему сейчас квасная, я думаю, неправильно, я вроде что у католиков слышал, что у них опресная, да, лепешечки, лепешечки, да, я ел, такие вот лепешечки, пресные, ну, а вот ко спасению, ко спасению имеет значение вообще вот это хлебное, что мы едим, вот я, например, ну не поела я эту пасху, которую, это, не об этом ведь речь-то вообще-то, не об этом, но смотрите, да, Пасха, праздник, Пасха, Христос, и Христос сказал, примите, едите, сие есть тело мое, и дальше он говорит, не эту же он нам сказал, сие, это у нас это таинство причастия, вот где, а не эта пасха, не эти куличи, не эти, яйца крашенные, подождите, но Пасха-то в честь чего, в честь праздника, то, что Христос воскрес, и перед воскресением Христос, и мы в воспоминаниях, он говорит, сие будете делать в мое воспоминание, то есть, в Пасху мы воспоминаем его воскресение, распятие, вознесение, все, Пасха воскрес, мы празднуем воскресение, раз он воскрес и заповедал нам причащаться его тело и крови, но сама сам куличка, вот где корень-то, именно, Сережа, вот именно в этом таинстве, таинство исповедей, таинство причастия, вот что Христос на 6 глава, ну да, можно за это не цепляться, но однако, почему-то католики делают пресное, а мы квасное, вот просто, ну, почему бы нам на эту тему не порассуждать и не понять, мне вот ближе, что католики, согласно толкованию святых отцов поступают правильно, я не пойму, где это у нас, это квасное, в чем это, вот где вы видите, сам кулич на дрожжах, сделайте ему пресный, ну мы его и не сделаем, или они сделали специально, чтобы отличалась Пасха от Иудейской, были же пресные, пресные, а вот сейчас Христос, сделаем квасное, чтобы как-то от них отличаться, наверное, такое объяснение, я думаю, я вообще даже никак, никакой логики в этом не вижу, но вот это было бы тогда логично, правильно? Это у нас хлеб к этому причастию имел тело, но то было образы для нас, Писание говорит, образы для нас. Так привыкли с древности делать косное, почему вы там столько разговаривали? Ключи вообще, вообще даже никакого отношения к этому ключу не есть. Просто мы на педре чужим, чужим, к чему у нас приучили наши предки, но оно отношения не имеет, никакого отношения не имеет. Когда был исход из Египта, тогда он им сказал это хлеба испечь в дорогу, им надо было идти. И тогда у них не было этого таинства, которое совершается. А Христос говорит, все творю все новое, я творю все новое. И теперь то, что это там, тогда Пасху вот эту делали, опресники вот эти, и они продолжали этими опресниками вкушать их, они всегда, у них своя была Пасха, Пасха исхода, они ее, в честь вот того, что как в память об исходе. Но у нас-то это никакого отношения. Я, говорит, творю все новое. И шестая глава Евангелия Туана, будете вкушать-то, что? Тело мое, и пить кровь мою. Вот у нас Пасха-то. Пасха-то Христова. Пасха-то Христова. Вот в чем. А какие тут квасны, я никак ничего не могу понять. Что мы куличи стряпаем, так я их могу не настряпать. Я, если их не настряпаю, я что, не спасусь? Да никакого отношения. Да тут не в куличах. Где это? Мы не говорим про выпечку нашу. Ну как, вот Надя говорит, это мы сейчас пресс квасное едим. А что мы едим квасное? Разницы нет, что мы едим. Это просто мы как бы... Это важно, я думаю, прессное или заквасенное тесто. Павел говорит, Пасха наша Христос заклана за нас. Ну, вот и все. Какие-то куличи. Какие куличи? Куличи, нет, не про куличи, а про причастие уже на чем. На квасном или на... Причастие. Причастие пекут, когда в вино пускают хлеб. Вы знаете, вот эту сторону даже нам и трогать не надо. Есть люди, которые этому специально занимаются. Что, как он там делает, как идет при осуществлении. Это нас не касается. Нам вынесли тело Христово и кровь Христову. И мы подходим к чаше, к живому Христу. Закваска что означает? Закваска это... Это учение Христово. Это учение Царства Небесного. Это грех. Это грех. Это грех. Ну да. В любом месте это закваска Христово, это учение. А здесь грех. Вы безквасны, Павел говорит. Вы безгреха. Очиститесь от старой закваски, призывает. Ну правильно, никакого отношения к тесту нашему. Все не все ясно. Нет, пресный, как совершил Пасху, он же пресный был. А у православных квасный. Для причастия квасный делают. На чём? Причастия квасный сейчас встречают. Квасный делают. Причастия квасный. Квасный. Квасный делают. Почему? Это оказать еще нельзя. Когда я с ней ясно, были дни опресников, а Христос сделал на квасном. Его бы убили сразу. Да. Там написано, да будет предан смерти. Неправильное у нас. Надо на пресном. На пресном. Но вот это непокорилость. И чтобы православных повернуть на пресном, это невозможно. Католики все совершают на пресном. Две тысячи лет. А если это заповедь? Какая заповедь? Ну, Христос совершал это на пресном, как Пасху. Мы принимаем, как есть. Мы ничего не меняем. Но я имею право обдумать этот вопрос. Игнатий Ильич, можно еще тогда вопрос? Когда Христос говорил, что будете пить кровь мою и есть тело моё, там ведь не сказано, на чём оно будет приготовлено. Как это будет? Там вообще об этом ничего не говорится. Были Дни Опресноков написаны. Ну, это было до. Пресный. Пресный. А почему мы сейчас должны казаквашить? Почему? Какого-то нового? Пасха называлась Дни Опресноков. Всем день. Другого названия не было. На Пасхе Дни Опресноков. А у нас Пасха и Акваслое. Господь же совершал на пресноках и всем давал по кусочку и вино пил. Мы не говорим, что оно не действительное. Об этом даже речи нет. И Анзотоус уже все это было основано. Но внутри себя мы можем подумать, что же так они держатся. Отдельно дал чашу, отдельно дал хлеб. Ну, не было, что туда накрошили и с ложечки давали. Этого нету нигде. Но было объяснено там благочестивая причина от колдунов избавиться. Избавились? Нет. Их еще больше стало. Сейчас вообще... У него там были колдуны, а я-то при чем здесь? Ну, и воюю с ними, с колдунами. Они во рту волхвы уносили. Да сейчас он священник ходит, Кашпировского смотрит. Ну, может, потому что у нас заквашено, и поэтому колдунов полно. Надо уметь разобраться. Вот вердикт вы унесла вообще. Дрожжи виноваты во всем. А что, если мы неправильно совершаем? Да Бог совершает при осуществлении изменения этого. Бог совершает. Не думай. Ты даже вообще об этом не думай. Ну, как это не думай? Нет, вот тут ты прямо... Нет, порассуждать мы имеем право. Ну, зацикливаться на этом, что вы... За это не надо говорить. Мы действительно признаем, действительно, причастность все зацикливаться. Все, закончите. Не имеем право спорить, то не имеем всеми полотенцами. Вот сейчас восьмой стих прочитаем, и будет ответ. И умолкнем все. Восьмой стих. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Опять же, с опресноками. Дело, значит, не в пресном и квасном, а чистоты и истины. Тут можно и буквально понимать, конечно. Пусть она будет в духовной. Но аллегорически, конечно. Ну, если бы духовная, Господь бы и с опресноками, и опресноками бы не... Да, вот сектанты, они не причащаются, говорят, ну это же не буквально, говорят, ну как так тело? И многие отошли. И он говорит, Хрисус, а не хотите ли вы отойти? Они говорят, у тебя глаголы вечной жизни, а они не сказали, что у тебя тело, вот и мы будем... Конечно, рисует, когда Господь это сказал, люди отошли. И вот, знаешь, 666, а это главное... В главах-то обычно 20 стихов, а это 66, и 6 глава 66 стих попадает. Три шестерки. Да, столько... Конечно, никакой роли не играет, но я поневоле посмотрел, значит, в этом заключается какое-то непослушание. То есть, Христос сказал, едите, кто не будет есть, не увидит царство. А сектанты говорят, а можно без этого... На пресну, как совершаю. Нам надо на пресну, как совершаю. У нас была тут и Натиня, Ольга. Ольга Милославская. Сейчас не переговорились. Это же причастие. Вот между собой уже не надо ничего говорить сейчас. Ольга Милославская, помните? Вот. И она все на меня выходила, выходила, я по телефону не говорю, а она все-таки старалась как-то... И вот у нее это не покорилась, вот такая вот эта, она не покорилась где-то. В конце концов, что все бросила, ушла к адвентистам. Это не просто так слова я говорю. Сатана на этом ловит. И ушла она к ним, а дальше мне и говорит, вот мама умерла, но сестра там с зятем хоронили. Ну я говорит, пошла посмотреть, то зят там красит. Я посмотрела, краска не такая, я как ногой дала эту решетку, там повалила. Я говорю, ты что делаешь-то? Он неверующий совершенно человек. Ему-то она теща только. И он там старается делать-то. А все, я сказала, такое там надо было зеленое, а они сделали синий. То есть она буйная. Чем кончилась? А вот большие баки с мусором стоят, она выскочила, полный бак. И давай его трясти. И ничего не может сделать, ее оторвать не могут. Ну высвали команду дурдома, то ее захватили и в дурдом упекли. Вот и все. Так что здесь надо быть очень осторожным. Иначе закончишь в дурдоме. Да. Святые отцы так были на квасном, мы так и принимаем. Но я сам по себе рассуждаю. Были дни опресноков. Первая литургия, если так называть, это литургия. Первый вечер Христос совершил на опресноков. Все. А дальше, дальше, может, откровение было или как-то. Когда говорится, имеется в виду, то вот что. Они должны быть соответствуют. Но смысл-то заложен туда другой. Припаящий шресло вашей истинною. Но когда мы припаясь, то ли? Буквально пояс, но он означает что-то. Буквально щит, и щит означает что-то. Шлем, шлем спасение. Да шлем вообще означает голову сохранить. Еще раз говорю. Мещ возьмите. А меч духовный, говорит, слово Божие. И такой меч он никуда не делся. Мещ это ракета может сегодня быть. Может быть, пистолет у сотрудника милиции, полиции. Ну, надо просто реально смотреть, и на этом нету. А я хочу, чтобы только она прясная была. Все. Потерял все. А ты что-то лучше найдешь, ничего не найдешь, ты потеряла церковь. Сатана на этом поймал, и дальше поволок, как собаченку цепи, вот так будет по стенам тебе мозги расколачивать. Всегда нужно найти золотую середину. Да, я не согласен, но я не протестую, так оно и есть. Таинство совершается. А если кукурузная, еще разговаривайте, кукурузная будет, значит. Бог все превратит. Все. Вот понимаешь, как вот мы растужим хлеб наш, носущий, дай нам здесь. Что непонятно-то? А они живут на севере, хлеба ни разу не видали. Им переводят хлеб, он говорит, а что это такое? Он в глаза не видел. А переводчик перевел хлеб, носущий, они подходят, ну, а хлеб, а как он выглядит-то? Он говорит, ну, его надо показать вам. Ну, а как он? На деревья где-то растет, они дерево не видали. На оленях-то. Тогда перевели, дай юколу нам на каждый день, юколу сушеную рыбу. Ну, так и пошло теперь. Так в Евангелии записали, дай нам сушеную рыбу. Правильно? Да, на сущные есть, он заменой ей идет. У православных строгие монастыри. А на Соловецком монастыре в Великий пост разрешают съесть сущие. Сущие это сушеная рыба. Почему? А ничего больше нету. Церковь это не мащиха, это мать. Там все взвешено. И нужно согласиться, да, так, я сейчас старые уставы разбирал, я их переводил, смотрел как. Иногда разрешается то, что ни в одном монастыре не разрешается. Вот мы в прошлый раз были здесь, вот в этом году, 27 сентября, и здесь была рыба. Крестовозвиженская. А там-то Свято-Анфимовская. Мы здесь поели, а нам с собой еще пирогов наложили. Мы до Потеряевки доехали, а там нельзя есть. Там Свято-Анфимовская. Мы эти пироги в холодильник и до завтрашнего дня. Мы одни и те же. Один и тот же рот, одна и та же машина, одна сумка. Холодильник только разный. И это ничего нет, это так и есть. Так принято. Так и есть. У меня много денег. Я с ними с деньгами подошел, даю, а он говорит, а что это такое? Я говорю, деньги. Да вы куда приехали? Ну, я вижу, что это Украина наша. Да тут же теперь гривны. А как? И дети, он меняете. А он обменяет, два раза обманет тебя. Я показываю деньги. А он, бумажка обыкновенная, никаких-то денег нет. А когда была золотая монета, она хоть в какой стране мира в любое время через тысячу лет золото. Это реально. А бумага это заменитель. Забери ты свою бумажку, она никому не нужна. А нам давали лилаты, там каких-то это не было, марки там. Но это тоже бумажки я приехал, они никакой роли не играют. Мы не знаем, куда их сейчас делать. Мы поедем, растратимся. Ну, надо реально смотреть. Батюшка это идет, красуется. Вот я, говорит, вышел в Гонконге, Китай-то. А там идут буддисты одеты. Я стою, как пужало на огороде, пугало-то. И никого нет, гляжу, говорит, двое идут, подошли. Батюшка, благослови, пьяненькие мужики, русские ездили на заработки. Вытаскивает, батюшка, я хочу помочь тебе, сто долларов ему. Русские мужики. А батюшка говорит, вот здесь у нас генерал, у него звание, звезда. А в другом месте он никакой, там другое звание. Никто он совершенно, он может быть рядовой считается. Мы должны реально и с той стороны с того времени экстраполировать, называется, события на сегодняшний день. Да, были опресники, но нам не заповедано было опресников. Вот она говорит, это действительно так. Нам не заповедано. А праздновать с опресниками чистоты, Павел не сказал, с чистыми опресниками. А опресникам называется чистота жизни, чтобы вы жили не греховно. А квасной или не квасной, уже ни одного слова нигде нету. Вообще нету. Вообще нету больше нигде. Это первая, которая была. Так тогда надо подражать во всем. Подражайте, купите тазиков, мойте ноги. Христос умыл ноги. А кто кому мыть будет? Ну, старшему, младшему. И поэтому в чистый четверг архиерея красивый тазик приносит, священники перед ним садятся прям в храме. И он начинает тут банно-прачечное отделение устраивать. Да? Да специально покупали осла, чтобы он мог проехать на осле. Но осла нет, тогда уж на лошадке можно проехать. На маленькой. Чтобы во всем подражать Христу. Ты подражай жизнью, действиями, силой. Мы вчера в интернете прочитали, вот местный был епископ, и местные священники, когда он был здесь, написали патриарху письмо какое. Ой-ой-ой. Сидели, видать, грамотные. Он психически больной, он ненормальный. Какие действия у него есть? Что он делал? Ему только в дурдоме место. Ведь убрали? Это в интернете все стоит. В интернете. Ну, зайди на мой сайт и посмотри. Я оттуда взял от них. Какое это вы это? Патриархийно. Барнаульские священники. Барнаульские священники. Ну, найдешь. Надо я скажу. Я видела. А ну, я не самочистала, да? И они, священники, написали патриарху. Уберите его отсюда. Он заел всех. Никакого развития, ничего здесь нету. Вот так. Он деспот. Чуть не так он там уничтожает, удаляет и прочее. Он неверующий. Их приходят к вам. Он это, вы волка прислали его вещей шкуре. Не верующий он. Все Алтайскую пасту разогнал. А этот-то пришел. Теперь священники вздохнули, нам приехали. Ух, к этому в любое время может прийти. То другое. Его-то нету. На него очень большие жалобы были. Самодуры, самодуры, говорят. Я не говорю, это я их слова говорю, как они. Может, такой и нужен был им, чтобы навести порядок. Это пьянство, маленькая. Каждый пятый священник при нем был запрещен. За пьянство. Каждый пятый. Ты понимаешь, что на кое каждый пятый? Четыре остаются, пятый дало. Это 20% священников только под нож пошли по пьянке. В Алтайском крае. Ну, их надо убегать. Правильно, их надо убирать. Мы вчера это все прочитали. То, что послали в патриархию. А они сами распространили. Какая тайна, я ничего не добавляю. И они перечисляют все его преступления, какие есть. Ну, и у них журнал выходит, Алтайская миссия. И тогда из патриархии пришел, видимо, не на это, а на другой ответ. Что Антония сам раскопал, не предупредил родственников. Ни сам на педагогенстанции, никого. Но он же был здесь, на территории. И похоронил его. Так ему, во-первых, на него же прокуратура пожаловалась. И тогда патриархия, сенотные, вынесли ему порицание. И чтобы он опубликовал. И он в Алтайской миссии это все опубликовал, что ему дали подзатыльник. То есть родственники говорят, мы пришли, а тут только яма одна. Почему так делают нас? Ему трудно было предупредить. Близкие друзья, священники, не дому не сказали. Ночью тайно. Как вор. И все это так написали. Так это уже жаловаться стало. Он последний раз столкнулся с губернатором, Карлином. Может он правильно говорил. Я не защищаю, не оправдываю. Но Карлин сказал, его здесь не будет, я его уберу отсюда. Мне это передали. Понимаешь? Люди, которые близки этого круга. Он Карлин сказал, он что тут Карлин делает? Что он только подбирает? Карлин это не понравилось. Так а зачем он могилу скрыть? Что Карлин? Губернатор Алтайского края. Нет, нет. Макима зачем вырывал? Мы перекрасили с Максима. Нам что, мы говорим, как есть. Я не против Максима. Нет. Он меня озавил, не любил. Но мы расстались хорошо. Самое главное, то он был. И я зашел в интернет сейчас. А там в интернете мы с ним идем. Там, как он что говорит. И на фотографиях я сижу. И везде, главным. Фотография написана. В правом углу съемку ведет Игнатий. А они сами там подписывают, чтобы все знали, где я есть. А тут общий снимок. И говорит, Игнатий сидит у ноги из писка потом. Теперь вы вошли в Московскую патриархию. Никуда мы не входили. Он говорит, пришел в Московскую патриархию, чтобы еще сильнее обличать патриархию. Савонарола сибирский. Это был такой у католиков, который громил налево и направо, говорит. Снова, говорит, явился Савонарола. Андрей Кураев написал. Самый сильный обличитель, кажется, патриархии. Значит, Лапкин Игнатий. И отношения священников. Понятно, почему оно такое. Потому что он все время, говорит, их обличает. Он не сказал неправильно. Или что-то. Ну, брат, такие, брат, дела. Давай поблагодарим Бога. За Максима мы молимся каждый день. Он нам не враг. Хотя близким другом не был. Но мы расстались чисто по-братски. Благословились. У нас тут шаперяйки литургию провел. Четыре священника там было. Один, кажется, семинаристов. Ну, все отлично было. Мы провели его везде. Может быть, он и больше бы сказал. Многое он написал. Тут было. Нам он не враг. Хорошо запомните. Он настоящий, благодатный, благодатный архиверей. Хорошие отзывы везде об этом Иване, как его фамилия Сергий. Мы думаем их пригласить на день нашего общины. Мы договорились там после 19-го, 1-й субботу. Пошлем кого-то, опять отнесут, пригласительную. С батюшкой все утрясем. Так, помолитесь, Игнать Тихович. Коротко совсем. Дома помолитесь. Боже, милостив, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй мя. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Замолитесь святых отец нашим. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь, Царю Небесный, Утешителю души истины. И живи с десы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очистины от всяких скверных. И спаси блажи души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на ней приснай. Во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як она небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое и Сарство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, слава Тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваух, вся земля полна славы Его, Аллилуйя, слава Вышней Богу на земле и мир, человека и благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, когда Ты даровал мне веру в Тебя, страх Божий и ожидание суда Божия, благодарю за день, когда вручил мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога Наша, спаси нас молитвами Твоими. Благодарю Тебя, Матерь Божия, сохранила от падения сокрушения, предательства и измены, малодушия, уныния и отчаяния. Благодарю Тебя, Матерь Христа Бога Нашего, покрой нас самофором любви Твоей, о Бога Матерь, Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, Мой Ангел, столько лет Ты хранил и защищал душу мою, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, ведея навеки вечное царство Христа Бога нашего, Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас, Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, и каждому дары жилье. Укрепи нас мужеством, дабы не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Благодарю за услышание молитвы о людях и животных, и впредь не оставь нас своим попечением. Пошли нам все необходимое для благовестия, поездки. Найди добрых людей. Мы так нуждаемся в этом. Святые пророки, молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь с твоим умом, дабы день прихода твоего нашего отшествия с земли не застав нас внезапно. Но вышли навстречу тебе, как жениху души нашей, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, Первый Верховный Петр и Павел, молите Бога о нас. Святые евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Анна, молите Бога о нас. На дарует Господь нам желание исследовать священное писание, ибо они свидетельствуют о тебе. И мы через них надеемся иметь жизнь вечную. Аллилуйя. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Климент Римский, Климент Антирский, Анфим Никомедийский, молите Бога о нас. Да укрепит Господь, дабы никто из нас не отрекся, тебя не приняло чертами зверя Антихриста. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и все святители Христовы, учителя Церкви, молите Бога о нас. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Свекла, первомущина, Сапатина, Самарина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, Сопия. На дарует Господь послушание и молчание, соломудрия и стыдливой женам и девам. И сохрани, Господь, от всяческого поруга, не даруй послушание непокоривым. Галина, Екатерина, Евгений, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Юлии, Марины, Людмилы, Аллилуйя. Прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю благоуханье, приятной перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвом всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Владыка, нашу молитву о всех, западавших нам молиться о них. Благослови правителей страны нашей и всего мира. Дай им страх Твой святой, и патриарха, и епископа, и священников. Дай им веру в Тебя. Дай рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Аллилуйя. Помилуй всех, западавших нам молиться о них. Господи, Ты знаешь болящих, одиноких, путешествующих. Томящихся вуз за слово Твое. Благослови их. И неведомых нам, Владимира и Леонида, выведи на свободу. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Господи, Владимира и Леонида, выведи на свободу. Аминь. Аминь. У меня на форуме поставлено, показано в Йемене христиане. Это распятый на кресте в настоящее время. Висит на кресте, руки прибиты и привязаны. И вот рука, у которой ты Библию брал в руки? Брал. Значит, вот так вот на каждой руке делает 50 разрезов. И вот в этом месте, вот так вот полностью отрезает, чуть-чуть остается. И как лапша, одна за другой до кости. И который делает, говорит, я испытываю великое наслаждение, я ради Аллаха это все делаю. И каждый палец так изрезанный, руки полностью неугодны. И там и инфекция, что угодно. И они везде, это все сфотографировано. Рука там везде страшна, как мелкая, мелкая колбаса была бы нарезана. И пальцы такие. Только за то, что он листал Библию. А если принял христианство, показано уже прибитый, висит на кресте. Фотографии. Помните об этих людях. Молитесь, цените, что имеете. Цените, благодарите Бога, как он велик, какую тишину нам дает здесь. Вот смотреть, представь, все это отваленное. Одна за такой мелкая-мелкая, 50 у отрезов сделать, до кости до самой. Жила, сухожилия, все перемезанное. Руки совершенно не делаются никуда, не гудны. Закройте здесь. Руки надо.